МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами новости. В студии Данил Паршуков. В начале выпуска коротко о его главных темах. Из снежного плена в областном центре продолжается расчистка дворов и улиц после циклона. О том, сколько техники задействовано под расчистку дворов и когда будет вывезен весь снег, смотрите в нашем сюжете. Обновили парк. В районной станции скорой помощи передали новые автомобили. Три бригады скорой помощи. Теперь у нас две будут ездить на новых автомобилях. Увидели родных. Очередная делегация жены матерей вернулась из Донецкого шахтерска. К родному сыночкин приехала. Повидаться, убедилась, что с ним все в порядке. Снежный циклон, пришедший из Приморья, обрушился на Сахалин в минувшие выходные. Расчистка города проходит в круглосуточном режиме. В областном центре на дорогах работает почти две сотни единиц техники. Подробнее о ходе ликвидации и последствиях стихии расскажет мой коллега Илья Бабенков. Выходные перед Новым годом выдались снежными. Этому рады дети, любители зимних видов спорта. А вот автовладельцам с утра пришлось попотеть, откапывая свои машины. Главный символ этой зимы для сахалинцев – лопата. В начале года, после ненаварской метели, Сергей Анаприенко с трудом нашел свою машину под снегом. Чтобы избежать дежавю, теперь сахалинец во время циклона несколько раз в день выходит во двор и чистит автомобили. Свой и любимой супруги. Далеко не все управляющие компании проявили ответственность. Жители жалуются не только на нерасчищенные дворовые территории, но и тротуары, подходы к подъездам, а также сосульки на крышах зданий. При этом, мэр города Сергей Нацадин поручил руководителям всех без исключения управляющих компаний в течение дня 26 декабря обеспечить работу техники во дворах. По вопросам можно обратиться в государственную жилищную инспекцию. Направим всем предостережение с установлением сроков по устранению нарушений сроки небольшие. День-два максимум на расчистку входные группы и проезды. Ну и приближается оттепель, снег на крышах, снежное обледенение, сосульки, снег поползет с крыш. Это тоже зона ответственности управляющей компании. Кроме того, доступна интерактивная карта расчистки города. На ней в режиме реального времени обновляется информация о расчистке дворов и улиц областного центра. За выходные на дорогах Южно-Сахалинска задействовали более 200 единиц техники. На полигоны вывезли больше 70 тысяч кубометров снега. Подъездные пути и проходы к социальным объектам обеспечены. Также проходят доработки тротуаров. Там, где техника невозможно пройти, отрабатываются вручную. Все работы запланированы, в ближайшее время будут выполнены. Сейчас стеклон уже ослаб. Полностью покинут регион он может уже к среде. Илья Бабенков, Павел Соловьев, телекомпания ВТВ. Сразу 11 новеньких автомобилей скорой помощи получили сахалинские медики. Всю технику отправят в муниципальное образование, точнее в центральные районные больницы. Машины оснащены необходимым оборудованием. Нужные документы на них тоже уже оформлены. Мы радуемся и за врачей, которые работают на этих автомобилях, потому что это хорошие, нормальные условия жизни, работы. Мы радуемся за людей, которые эту помощь получат быстро. В этом году мы уже получали один автомобиль скорой помощи УАЗ. И сейчас мы получаем такой же, тоже УАЗ. Очень рады. У нас три бригады скорой помощи, теперь у нас две будут ездить на новых автомобилях. Техника для медицинских нужд прибывает на Сахалин и Курилы регулярно. Несколько месяцев назад автопарки, островных ЦРБ и областной клинической больницы пополнили 13 единиц легковых машин. Всего же в этом году в регион прибыло около 50 автомобилей для врачей и фельдшеров медицинских учреждений. Сто бойцов добровольческого отряда Российского союза боевых искусств отправятся на защиту жителей Донбасса. Военная подготовка проходит на базе Российского университета спецназа в Чеченской республике и завершится 5 января. Поддержать добровольцев приехал заместитель председателя правительства России Юрий Трутнев. Подробности далее в сюжете. Обучение бойцов добровольческого отряда Российского союза боевых искусств идет по различным видам военных дисциплин. Начиная от стрельбы, заканчивая занятиями по топографии. Кроме того, на основе индивидуальных способностей каждый занимается по отдельному направлению. Оператор беспилотников, снайпер, гранатометчик, минометчик. Отряд получил полное материально-техническое оснащение, куда вошли. Военная техника, защитная экипировка, квадрокоптеры, средства связи и радиоэлектронной борьбы, отвечающие современным требованиям ведения боевых действий. Здесь разная подготовка. Здесь давали и теорию, и практику. Нас учили правильно стрелять в движении, с колена, лёжа, стоя, с уходом вправо-влево. С бойцами, которые решили добровольно отправиться на защиту Родины, встретились сопредседатели Союза. Юрий Трутнев отметил, что в Гудермесе работает Центр обучения бойцов не только для Чечни, но и для значительной части России. Добровольческий отряд объединил бойцов почти со всех уголков страны. Среди них известные мастера боевых искусств и спортивных единоборств, известных даже за пределами России. Люди понимают, что мы приехали с большим желанием, но отсутствием опыта. И с самого нуля начали нас обучать. Причём, если вдруг у нас что-то не получалось, то они останавливались. Эту тему мы повторяли и шли дальше. Занятия проводят опытные инструкторы университета спецназа с большим опытом участия в боевых действиях. Уже 5 января 2023 года отряд отправится на Донбасс, чтобы защищать мирных жителей. Анастасия Красова, телекомпания ОТВ На Сахалин вернулись жёны и матери сахалинских бойцов. Они проконтролировали условия пребывания военнослужащих, помогли в решении бытовых вопросов и приготовлении домашних блюд. В этот раз в составе делегации был и представитель православной церкви иеромонах Нифонт. Все подробности расскажут мои коллеги далее в сюжете. Светлана не видела своего сына больше трёх месяцев. А возможности поехать на Донбасс, чтобы посмотреть, в каких условиях находятся наши бойцы, женщина узнала в день матери. И вот, наконец, у Сахалинки появилась возможность отправиться в зону проведения спецоперации. Я вот здесь, к родному сыночке приехала повидаться, убедилась, что с ним всё в порядке, что он сыт, одет, обут. Вроде всё хватает, говорит, не жалуется. Надеется, что скоро отпуск будет, либо домой отпустят совсем. Надеемся на это, что это будет, что будет с нами. После встречи с родными женщины отправились в производственный цех «Шахты Шахтёрская Глубокая», где помогли восстановить порванную одежду бойцов. В поездке сахалинок сопровождал иеромонах Нифонт. Одна из участниц делегации, жена мобилизованного, приняла решение пройти обряд крещения. Теперь ты стала православным человеком, стала частью православной церкви. Он покрестился на Сахалине. И потом у нас сразу было такое решение, что я должна покреститься тоже и дочь покрестить. И вот мы всё как-то откладывали это. Сахалинский священник пообщался с мобилизованными на линии фронта. Некоторые бойцы, несмотря на обстановку, также попросили Нифонта совершить таинство крещения. Этот крест – это не просто символ. Это наше упование, это наша надежда на нашего Господа Иисуса Христа. Носи его всегда возле сердца. Иеромонах Нифонт совершил несколько богослужений на линии фронта. Бойцы записали свои имена, чтобы батюшка упоминал их в молитвах уже на Сахалине. Священник передал крестики всем православным солдатам, у кого их не было, и осветил боевую технику. Послужили молебны с ними. Кто хотел исповедаться, исповедался. Осветили Урал боевой. Тоже было очень интересно, потому что машина такая огромная, боевая. И что самое интересное оказался верующий водитель. Делегации жён и матерей военнослужащих на Донбассе организованы при поддержке губернатора Валерия Лимаренко. Общественницы взаимодействуют с гражданскими и военными властями для оказания помощи бойцам в зоне специальной военной операции. Подобные поездки продолжатся и дальше. Анастасия Красова, телекомпания ОТВ. В преддверии праздников сахалинцам напомнили о правилах безопасности. Испортить торжество может даже обычная гирлянда, если неправильно с ней обращаться. К неприятностям приведёт и покупка бракованного товара у случайного продавца. О том, как не допустить несчастных случаев во время новогодних каникул, подробнее расскажет моя коллега Татьяна Барашкова. Купить праздничные украшения в Южно-Сахалинске можно почти на каждом шагу, но не везде бы они будут качественные. Гарантом безопасности электрических устройств являются сертификаты соответствия, которые продавцы должны показывать покупателям. Однако, если человек уже купил некачественные товары, ему не предоставили документ, то он всё ещё может решить проблему. Вы имеете как потребитель право потребовать обмена, соразмерного уменьшения покупной цены, устранить недостатки в товаре силами третьих лиц и потребовать разницу в цене за устранение этого недостатка. Имеете право на обменять аналогичный товар. Тем, кому не хочется тратить время на возврат или обмен товара, лучше проверить гирлянду при покупке. Ситуация усложняется, если приобретать праздничные украшения на уличном рынке. Ведь здесь не всегда можно подключить лампочки в розетку и посмотреть на их мерцание. Также сами продавцы иногда притворяются, что не знают русский язык и не показывают сертификаты. Кроме того, у них не везде в комплекте с гирляндой идёт инструкция. Традиционно в России инструкция считается признаком слабости. А если серьёзно, то многие не читают сопроводительную бумагу к гирлянде. Но при том зря. Ведь производитель указывает на товар не только его характеристики, но и где, и при каких обстоятельствах можно его использовать. Если же такой инструкции нет, то покупать эту гирлянду можно на свой страх и риск. Ведь может возникнуть непредвиденная ситуация. При выборе гирлянды также важно обратить внимание на то, чтобы расстояние от последней лампочки до вилки составляло не менее метра. Также не стоит брать украшения, которые при использовании выделяют неприятный запах. Чтобы случайно возникшее возгорание не стало масштабным пожаром, по возможности необходимо отключить электрическую гирлянду, либо ель с электрическими элементами от сети. И если очаг возгорания небольшой, попытаться локализовать его самостоятельно. В результате неосторожного обращения с электрическими гирляндами в Сахалинской области за 2022 год произошло пять возгораний. Все происшествия обошлись без жертв. Татьяна Барашкова, Павел Соловьев, телекомпания ОТВ. В Сахалинской области внедрена новая система диспансерного учета больных хроническими неинфекционными заболеваниями, которая охватила почти 150 тысяч жителей региона. Прежде всего, это болезни сердечно-сосудистой системы и обмена веществ, которые существенно влияют на продолжительность жизни. Для каждого пациента, в зависимости от имеющихся у него заболеваний, разрабатывается индивидуальный план как наблюдения, так и обследования, очередность прохождения обследования, кратность в течение года, соответственно, с корректировкой, в том числе и получаемого лечения. Я давно тут не была, мне позвонили, прийти, провериться на всякий случай. Посетила фейджера, дали мне направление на анализы и талончик к врачу. Да, конечно, нужно, мы вряд ли когда так соберемся, пока нас кто-нибудь не подтолкнет. Подобная профилактика будет способствовать активному долголетию и повышению трудоспособности населения. Вспомнить все. Именно под таким девизом у многих проходят первые январские дни. Виной всему алкоголь, точнее его чрезмерное употребление. Как показывает статистика, именно на новогодние праздники приходится наибольшее число передозировок спиртным. О том, как горячительное может повлиять на жизнь, мы поговорили с клиническим психологом областного наркологического диспансера Алексеем Ларионовым. Запись беседы смотрите в рубрике «Гость в студии». Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Впереди новогодние праздники. И, как известно, в России всегда они связаны с алкоголем, так или иначе. Вот меняется ли как-то статистика в новогодние праздники, в наркологическом диспансере, много ли поступает людей, скажем так? Ну, конечно, много поступает. На самом деле у нас, например, сейчас идет спад пациентов, например, в поликлиническом отделении. Ну, и вот обычно, вот ежегодно та же самая ситуация. Сначала идет спад, потом после новогодних праздников резкий подъем пациентов. Ну, кстати, наша статистика показывает, что, в принципе, мы очень похожи на травматологию, потому что там та же самая ситуация, те же самые тенденции. После праздника идет большой наплыв пациентов. Вот если говорить вообще в принципе об алкоголе, насколько опасно чрезмерное его употребление? Какие дозы, может быть, смертельные? Какие правила надо соблюдать в своем, чтобы не попасться в ловушку? Ну, понятно, что я бы вообще предложил вести трезвый образ жизни. Но, коль, если человек употребил, на самом деле здесь уже все зависит индивидуально от человека. Потому что как можно предположить, как реагирует центральная система на употребление алкоголя? То есть в разных случаях все идет по-разному. Другое дело, что, например, смертельные дозы в классике медицины, то есть там, например, 0,5 литра бутылка водки, то есть там 200 миллилитров чистого спектра. Это 2,5 промилля. То есть получается, если учитывать, что медицина дает такие цифры, что 4 промилля – это уже потеря сознания и уже возможен летальный исход, то уже больше 5 промилля – это смерть. То есть получается литр водки – это уже смертельная доза. Но, к счастью, выпить такую дозу практически невозможно, потому что включаются защитные механизмы, и возникает очищение желудка. Кроме, собственно, непосредственной опасности самого алкоголя, насколько я понимаю, речь может идти еще о патологиях. Минздравт, насколько я помню, называет почти 200 различных видов патологий, которые могут быть связаны с алкоголем. Вот какие у нас основные? Да, если их разделить на виды, то получается, в первую очередь, сердечно-сосудистая система очень сильно страдает от потребления алкоголя. Потом кишечно-желудочный тракт, то есть язва желудка, гастрит и все остальное. Инсульт, инфаркт – это сердечно-сосудистая система. Ну и понятно, что очень страдает центральная система, мозг, протекание основных психических процессов. То есть если разделить вот эти три основные категории здоровья, то получается, что патологий как раз так много, кстати, может быть даже больше, чем вы сказали, потому что на самом деле ведь есть, так скажем, фактор употребления алкоголя, который стимулирует развитие других болезней косвенно. Ну и здесь понятно, что болезни, наверное, которые формируются и развиваются и ускоряются, их развитие может быть намного больше, чем 200 или 400. То есть, ну сами подумайте, 700 тысяч людей в год в среднем умирает от последствий употребления алкоголя. Кстати, в этих цифрах очень маленькую роль занимает передозировка, смертельный исход из-за передозировки. Большая часть людей умирает не из-за этого, умирает именно из-за следствия употребления, связанных с тем, что, ну сами подумайте, 82% убийств в алкогольном опьянении. То есть, большая часть убийств – это алкогольное опьянение. Это довольно много. Если учитывать, например, 75% суицидов, это произошли в алкогольном опьянении. Тоже, так сказать, патология, да? Это вообще как бы страшные цифры на самом деле. А если учитывать еще, что половина аварий со смертельным исходом произошли с водительным и алкогольным опьянением? Это говорит о многом. То есть, здесь даже следствие… Да, кстати, еще алкоголь имеет накопительный эффект. То есть, человек может 100 мг водки выпить, но это может стать смертельным приговором для человека. Если он регулярно употреблял алкоголь, всю жизнь у него сформировался ряд симптомов, которые просто реализовались через единичное употребление малой дозы алкоголя. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня в студию. Все подробно рассказали. Надеемся, праздники пройдут хорошо. Всего доброго. Желаю вам удачи. Ведите трезвый образ жизни. Это еще не все. На сегодня смотрите далее в выпуске. По мотивам русских сказок, Центр Южно-Соколинска украсит ледовыми фигурами. О том, во что превратятся эти ледяные заготовки на площади Ленина в областном центре, расскажу я, Владимир Ильин. Сегодня на ОТВ. Вкусные уроки в преддверии Нового года в областном центре проходят кулинарные мастер-классы. Атмосфера доброжелательная. Ты всегда находишься в окружении друзей, единомышленников, тех людей, которые очень любят готовить. Ответственность за преступления террористической направленности. Организация и участие в деятельности террористической организации. От 10 лет до пожизненного лишения свободы. Финансирование терроризма и вербовка. От 5 лет до пожизненного лишения свободы. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. Ее оправдание и пропаганда. До 7 лет лишения свободы. Не сообщил о преступлении террористической направленности. Сел в тюрьму. Будьте бдительны. Будьте осторожны. В Южно-Сахалинске запустили транспортно-пересадочные узлы. Теперь горожане, которые добираются в центр из Дальнего, смогут ожидать рельсобус в комфортных условиях. На станции Алые Розы есть теплый павильон, удобные туалеты, видеонаблюдение и табло с расписанием. Приехав на железнодорожный вокзал, пассажиры могут сразу пересесть на городские автобусы. Все подробности расскажем далее. Недавно на этом месте в Дальнем был пустырь. Территорию благоустроили. Пассажирам создали все условия для комфортного ожидания. И теперь это пересадочный узел с красивым названием Алые Розы. Здесь есть теплый павильон и туалетные модули, навесы, навигация, а также видеонаблюдение и освещение. Уважаемые гости, добро пожаловать на транспортно-пересадочный узел. 8 минут вместо 40. Такое количество времени понадобится, чтобы добраться на рельсобусе из областного центра до Дальнего и наоборот. Жители района оценили экономию времени, тем более сейчас, когда ожидание поезда стало комфортным и приятным. В следующем году планируют увеличить количество рельсов-рельсобусов. Их будет 24, чтобы между ними было всего лишь 30-минутный интервал. Доехать до центра города, дальше поехать. Здесь будут уже, так сказать, сюда приходят все маршруты удобные для того, чтобы можно было в дальнейшем совершить поездки. И вот эта интеграция позволяет людям быстрее передвигаться по городу, минуя пробки. И в то же время здесь довольно качественный услуг. На железнодорожном вокзале построен еще один транспортно-пересадочный узел. Здесь пассажирам удобно пересесть на любой горской автобус. Все маршруты теперь скорректированы. В следующий год прорабатывается вопрос по созданию трех транспересадочных узлов. Это ТПУ Хрисофоровка, ТПУ Пограничный, на улице Пограничная и ТПУ Новоалександровка. Что позволит создать условия на ключевых точках притяжения, где сейчас активно строится новое жилье и развивается транспорт. Такие узлы нужны для того, чтобы объединить железную дорогу и общественный транспорт. Для поездки необходимо приобрести единую транспортную карту, которую скоро интегрируют карту Сахалинца. Напомним, что в Южно-Сахалинске в рамках транспортной реформы модернизируют автобусный парк и оптимизируют маршруты. Мы планируем, начиная с Корсакова и заканчивая Долинском, сделать вот такую вот линию, чтобы можно было через каждые полчаса, что называется, на вот таком автобусе или рейс-обусе проехать и пользоваться как-нибудь. Специалисты надеются, что Южно-Сахалин станет примером тех решений, которые могут быть тиражированы по всей стране. Елена Лим, телекомпания ОТВ. Восемь сказочных героев украсят площадь Ленина в областном центре. Фигуры вырежут из ледяных глыб хабаровские специалисты. Несмотря на капризы островной погоды, мастера уже приступили к работе. Скульптуры богатырей из русских былин обещают закончить до выходных. Как идет непростой творческий процесс, расскажет мой коллега Владимир Ильин. Набор инструментов и вдохновение. Вот и все, что необходимо для создания шедевра, уверен Иван Вагин. Художник из Хабаровска знает, о чем говорит. Со льдом работает больше 15 лет. Вместе с напарником Валерием Котовым специалист вызвался украсить площадь Ленина. Есть еще два немаловажных фактора в организации творческого процесса. Качество заготовок и погода. Последнее немного подкачало. Тепло и снег – не лучшие союзники в этом деле. Однако, несмотря на это, скульптурам быть. В этом году здесь мотив русских сказок. Богатыри. Все скульптуры с богатырями. То есть Илья Муринец, Ореша Попович, Никита, Добрыня. Все богатыри, которые есть. Восемь композиций. Все они, скажем так, наши, отечественные, русские, патриотичные. В Хабаровске морозы и лед звенит, когда его стамеска режешь. А здесь он хрустит все-таки. Это, наверное, самое основное такое. Это плюс или минус? Ну, это просто разница. Люди подходят, всегда благодарят. И заниматься этим тоже очень нравится. Лед для скульптур привезли из Паранайского района. На юге Сахалина заготовки подобной толщины не сделать. Морозы на побережье еще не такие сильные. Несмотря на то, что к работам только приступили, горожане уже успели разглядеть знакомые очертания. А почему вы фотографируетесь, скульптура не готова еще? Ну-ка, давайте посмотрим, что здесь изображено. Ну, я думаю, из русской сказки, наверное. Правильно. А как вам идея украсить город скульптурами? Вообще красиво. А именно вот отечественные? Да, нашими своими надо. А западные, они для нас чужды. Кстати, в былином эпосе русского народа были не только богатыри, но и другие герои. С ними тоже можно будет познакомиться на площади Ленина. Восемь сказочных персонажей украсят ее до наступления Нового года. Авторы обещают закончить работу к выходным. Владимир Ильин, Алексей Вершинский, телекомпания ОТВ. В штабе общественной поддержки «Единой России» прошло награждение активистов, помогающих в реализации партийного проекта «Новая школа». Федеральная программа подразумевает участие директоров учебных заведений, учителей и родителей. Их пожелания учитывались от дизайн-проекта до приемки. И такое взаимодействие помогло своевременно решить многие проблемы. Программа капитального ремонта была выполнена полностью в срок, своевременно мы получали финансирование, и контроль со стороны партии был соответствующий, конечно же. Все было выполнено в срок. Мы увидели, что эти программы действительно работают, увидели результат. Рады, что фасад теперь у нас красивый, с подсветкой. Все намного теплее стало, потому что фасад утеплен. Вот поэтому рады все. И очень важно, чтобы эти средства расходовались, ну, скажем так, под надзором или под присмотром общественников, неравнодушных жителей на каждом из этапов, чтобы деньги, которые выделялись в бюджет из федерального и потом областного, чтобы они действительно доходили в правильном виде до этих объектов. На полученные средства школы также смогли приобрести новое современное оборудование. Новогодний мастер-класс – один из вариантов проведения досуга. Здесь можно самостоятельно приготовить блюда ресторанного уровня под руководством профессионального шеф-повара. Наша съемочная группа побывала на одном таком мероприятии в кулинарной студии. Чему научились и какие узнали секреты профессии – смотрите далее в сюжете. Моем руки, надеваем фартуки – мы готовы приступить. На мастер-классе никаких заготовок, все делается на месте. Как признается шеф, на кухне всегда есть место импровизации. Импровизация – это вообще наше канёк на самом деле. Она более интереснее, да, получается, чем продумано, проработано. Сейчас я режу ананас. Нужно было разрезать его на четыре части. Но мы сегодня импровизируем, потому что мы же гости. И все в наших руках. Что хотим, то и делаем. А нас режут для того, чтобы потом приготовить десерт, который ещё никто из гостей, я так понимаю, даже не пробовал. Помимо пошаговой инструкции приготовления блюд, мастер делится и профессиональными секретами. Зачем катать лимон перед тем, как его выжать? Как из гречки сделать попкорн? Как правильно держать погружной миксер, чтобы не уставали руки? Валерия на мероприятии впервые внимает каждому слову. Подарили сертификат, и вот нужно было бы как-нибудь потренироваться. А подружка ходит постоянно. И как вам? Очень нравится. Очень здорово, очень интересно, очень познавательно. Очень много идей и интересных решений, которые мы не принимаем в жизни. Такой способ общения нравится и самим профессионалам. Это даёт возможность познакомиться поварам с любимыми клиентами. Передаю знания, популяризирую свою профессию, чтобы люди понимали, что есть на сходине шефы, которые могут вкусно готовить. Ну и в этом мы как бы ещё привлекаем в профессию людей, потому что мы не только со взрослыми проводим мастер-классы, но и с детьми. То есть они уже начинают потом думать, что некоторые хотят стать поварами. В интернете вы можете рецепты найти с разными погрешностями, например, продукты разные. Вот, и они будут давать разный вкус. А тут, попробовав оригинальный вкус, вы можете уже дальше сами творить. На мастер-классе приготовили новогодний ужин. Брускеты с соусом, песто и вялеными томатами. Салат «Цезарь» с хрустящей креветкой. Гребешок с чесночным соусом. Зелёным маслом и попкорном из гречки. Ананас с ламбе с мороженым. Елена Лимб, Павел Соловьёв, телекомпания ОТВ. И напоминаю, что эти и другие новости вы также можете увидеть на YouTube-канале ОТВ «Сахалин», а также на сайте информационного агентства «Сах.онлайн» и в социальных сетях. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. С 2014 года в России было зафиксировано более 15 преступлений с применением насилия в учебных заведениях несовершеннолетними. Станьте для вашего ребёнка другом, с которым можно поделиться своими переживаниями без страха. Уделяйте больше внимания его проблемам и взаимоотношениям со сверстниками. Не все дети одинаково счастливы, но абсолютно каждый заслуживает нашего внимания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова